здравствуйте друзья добрый вечер помню плыли мы со светланой на большом круизном лайнере через панамский канал было это на протяжении двух недель вот полгода назад буквально ну и там народ знаете такой пожилой в общем-то там многие даже на берег не сходятся там было остановок там не знать 5 6 странах несколько такая даже не выходит у них все на корабле там и покушать и там погулять и не знаю там чем они еще занимаются поболтать в общем американцы конечно в основном и вот сидели мы за столом там беседовали но собственно мы за столом обедали но он сказать беседовали поскольку там были собеседники и сидели такие деды больше больше мужики хотя и женщины были и вот ну так сначала такой разговор там сколько лет там я буду вот мне там 62 скоро они так смеялись get your kid говоря да то есть пацан вообще говорят ну хорошо могу насколько вам как ну там 82 там 85 но такие бодренькие в целом ну конечно видно что возрастная видно если меня на 20 лет старше и вот светлана говорит мужики гайд а вот как вам было на пенсию вот вы когда уходили это же такая ломкой даже такая перестройка вот каждый день ходишь на работу и вдруг раз и тебе некуда пойти нам тогда а мужики эти над сказать были такие простые откуда-то они я не помню из миннесота что ли ночью у них там хорошо так у них рыбалка там катерочек дома воды ну в общем можно жить и вот мужик который там значит главный был с той стороны переговорщик он на свете на вопрос вот сколько у тебя времени заняло чтобы привыкнуть вот потому что ты не ходишь на работу а как-то уже вот дома сидишь он посмотрел на нее год но вот минут пять ушло говорит он то есть у него было чем заниматься и видимо работа его не было чем-то таким что вот знаете как занимал все его мысли то есть он наверное добросовестно работал хорошо и так далее но в общем у него было чем заняться и я к чему эту историю рассказываю к тому что когда мы со светой беседуем на тему чем заниматься когда уже не работаешь то получается какой-то провал в сознании дырка белое пятно то есть если бы знать чем заниматься когда не работаешь так я может уже бы и не работал то есть не то что мне там допустим я на работу хожу потому что мне на пропитание нужно нет у нас есть и ну вот но но мы живем этим я я работаю для сегодня пришел на работу к десяти утра провел урок пять часов потом но еще там час там были другие дела потом поехал в зал часа два там покачался пока доехал пока уехал в общем а к семи часам снова приехал из 7 до 11 значит вот там ну еще другими делами занимался равном работал то есть я параллельно с тем что я занимался там запись вел на на видео основная задача моя была но я при этом еще параллельно у меня лэптопы я там еще кучу всяких дел порешал это далее с 10 утра до 11 вечера вот я сейчас еду домой меня на часах тут на автомобиле 11 23 вечера а из дома выезжал давайте так до двери до двери значит а из дома выезжал было полдесятого в общем вот до 12 часов до такой так вот я к чему говорю что 12 можете а стопу сбился со счета сбился не знаю я уже плохо соображать и вот и как бы жизнь наполненный еще я и не успевал ничего и в общем сегодня какой-то затюканный день получился еще сто дел был надо было сделать которые я не сделал и вот если я вдруг останусь не удел вот я скажу себя на работу больше не хожу хочу это доделаю мысль о том что не делаю ничего такого связанного с работой как ты знаете не умещается в сознании то есть ну то есть я думаю может быть я буду что-то делать но может быть не так интенсивно может быть просто мне не нужно пять дней в неделю ходить на работу может быть мне ходить на работу там три раза в день по полдня или может быть мне вообще уйти в онлайн и там как-то у меня есть онлайновый курс и может быть так у его и и как бы уже возраст такой знаете не то чтобы совсем уж там прям пенсионный но ты 62 года 62 года я думаю ну и дальше чего но я все-таки вот эта школа у меня 24 года вот в августе там дать ровно через меньше месяца осталось меньше чем через месяц будет 24 года и я как бы 24 года вот в этом бизнесе нахожусь ох ты пронесся мотоциклист великолепно так с ветерком тут со звуком и ну и что же как-то я не могу сказать что поднадоело в том смысле что я занимаюсь любимым делом но с другой стороны разнообразие какого-то такого может быть хочется так его особо нет и даже не знаю то есть с одной стороны я востребованный и я как сказать я купаюсь можно сказать в лучах вот этого всего у нас сотрудники обалденные и и студенты обалденные и я как бы среди молодежи нахожусь и я не чувствую себя на свои 62 но никак ну то есть вращение что лет на 15-20 меньше но но все-таки наверное физически как-то я не знаю но как-то я чувствую что что-то с одной стороны новых дел начинать не хочется а давай вот сейчас займемся там но не хочется правда вот не хочу ничего нового такого прямо кардинально нового дела с другой стороны это но вроде но не то что я не жалуюсь в общем как-то а с другой стороны было бы чем заниматься так я бы может переключился смысле ушел бы на пенсию и там еще бы чем-то таким занимался мне светлана говорит миша буду тебя же есть канал значит вот это тебе на пенсию значит ты будешь там куда-то ходить что-то снимать а мы будем куда-нибудь ездить и там будут наши зрители вообще-то так прикольно когда куда-то едешь и всюду зрители в барселону поехали там зрители там я в память это вообще не говорю в киев мы как-то приехали только канал то начался нас там было десять тысяч подписчиков вы вы представьте себе десять тысяч подписчиков не 165 167 уже сегодня не 167 а 10 и мы приезжаем в киев и собирается значит там кинотеатр я не помню как он там ленинград что ли вот в этом на подоле там кинотеатр ленинград и вот там собирается человек не знаю там ну 120 и там такое значит как бы встреча такая мама родная понимаете так это с десятью тысячи поэтому есть куда поехать есть то есть может быть вот так в общем душа что-то просит не знаю даже чего но вот чего-то каких-то перемен может быть перемен с другой стороны сказать что мне плохо например я не могу мне очень хорошо и искать перемен когда тебе плохо хорошо это я уже не знаю кем надо быть чё что на это это вообще не понимаю плюс сейчас вот сначала зал ходить а у меня как-то мало того что физическая форма улучшилась что само по себе приятно но я балдею с этого дела совершенно как наркотик на меня действует там иду качаю смотрю вот сегодня там час сорок провел в джиме я я не поверил своим глазам когда на часы посмотрел да вы как и неужели я же вроде только вот ну что этом всего ничего и я я совершенно балдею с этого дела и там и помедитируешь немножко там болтать не надо тебя никто не отвлекает вот у тебя инструкции вот у тебя там эти гири снаряды всякие туда пошел сюда пошел подкачался и самое главное что руки пухнут вот я могу сказать что за три недели которые я хожу в этот джим у меня ну вот руки руки накачались я даже все представить не мог что за три недели можно что такое почувствовать так что вот 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 даже я не знаю но вся когда я себя щупаю так вот в разных местах я чувствую тут подошло там подошло общем с ума сойти кайф я не я не к тому что можно 8 часов в день сидеть джиме нет не дай бог вот но какая какое-то еще измерение такое появилось в общем-то хорошее ну не знаю как-то вроде пока все хорошо я не знаю насколько долго будет вот это вот пока все хорошо потому что я рассказывал у нас на канале и повторюсь что меня не оставляет ощущение как бы чего-то очень нехорошего подкатывающегося к экономике вообще в обществе что-то происходит не то и в частности в экономике происходит не то и где-то она там знаете так латентно то есть вот ты смотришь вроде так вот человек здоровый мордатый там все а внутри гниль и это гниль растет 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 и вот пока не видно она там латентно скрыто это гниль но вот я я эту латентную вижу я я не знаю как и не могу сказать когда и чем это закончится но вот вот это ощущение от не отпускает поэтому я думаю ну может быть пока все хорошо так грех там завязывать значит а если уже там допустим рухнет вот я помню отлично как рухнула после обвала интернет бума что произошло если бы было вот сейчас такое так я бы и думать не стал я бы свернул бы монатки и повесил бы замок на дверь и все и дальше жил бы себе там как это свое удовольствие там на океан в лес там видео снимал и так далее общем всякие мысли в голову приходят друзья особенно по ночам особенно когда едешь на работу с работы домой и в общем то все хорошо вот такая интересная мысль такое у нас заключение счастливы друзья да я я не не говорю никогда на самом деле в видео я смотрю там разные блогеры они там как-то пытаются спровоцировать зрителя на то чтобы он что-нибудь написал а что вы думаете там туда-сюда и тогда и я я очень ценю когда люди пишут ну что-нибудь знаете когда не вообще пишут а ну как-то проникновенно вот вдруг что-то их задела зацепила мне мне очень интересно все это читать и она на меня воздействует тоже я какую-то энергетику такую получаю поэтому если у вас что-то кликнуло с чем-то наверное у всех людей в какой-то момент времени какие-то такие мысли возникают вот поэтому если кликнул учет напишите я я с удовольствием почитаю мне интересно счастливо